Представь себе монстра, который с легкостью сжимает камни, как мы сжимаем бумажку. Его клешни ломают кокосы, будто это хрустящие вафли. Его сила почти как у льва, только сосредоточена в лапах размером с ладонь. Это кокосовый краб, или, как его еще называют, пальмовый вор. Почему вор? Потому что он не просто добывает еду, он буквально ворует все, что может утащить. Блестящие предметы, кости, кокосы, даже ботинки туристов, все может оказаться в его логове. Но главное в нем – это невероятная мощь. Ученые измеряли силу сжатия его клешни. Она превышает 60 фунтов на квадратный дюйм. Это значит, что он может легко переломить человеческий палец или раздавить черепаху. Представь, маленький монстр весом всего несколько фунтов способен рвать и метать так, что с ним не справится даже собака. Почему он стал таким сильным? Все просто. Кокосовый – это очень твердая еда. Чтобы достать белую мякоть изнутри, нужно пробить толстую скорлупу. Для этого у обычного животного не хватит зубов или клюва. Но краб нашел способ. Эволюция подарила ему клешни, которые могут заменять молоток, зубила и пресс одновременно. Ты думаешь, на этом его суперспособности заканчиваются? Ошибаешься. Он не только силен, он еще и стратег. Ночью он выходит на охоту, а днем прячется, чтобы враги его не нашли. Он может карабкаться по деревьям, подкапываться под землю, ломать ветки и вытаскивать из гнезд добычу. Этот краб – настоящий инженер природы. И это только начало. Дальше мы заглянем внутрь его страшных клешней и узнаем, что делает их такими непобедимыми. Живой лом. Что делает клешню кокосового краба такой смертоносной? Представь себе живой гаечный ключ, который не просто сжимает, но и раздавливает. Его клешня устроена так, что усилие сжатия умножается за счет хитрой системы рычагов. Это не просто лапа, это целый инструмент, встроенный в тело. Когда краб сжимает клешню, он использует специальные мышцы, которые находятся не только в самой клешне, но и глубже, ближе к туловищу. Эти мышцы работают как катапульта, накапливая силу и выпуская ее в одном мощном ударе. Ученые сравнивают силу его клешни с укусом льва или крокодила. Только представь, маленький краб с силой крупного хищника. Краб не просто хватает добыч, он знает, куда нажать. Он может раздавить кость мелкого животного, разломить в скорлупу яйца, переломить палочку. Его клешни точны, как хирургический инструмент. У него нет зубов, но они и не нужны. Все, что он схватит, превращается в мусор. Но что интересно, краб умеет дозировать силу. Он не всегда сжимает на полную. Если он чувствует, что добыча мягкая, он работает осторожно. А вот если перед ним кокос или твердая кость, включается максимальный режим. И знаешь, что самое пугающее? Он использует эту силу не только для еды. В темноте он может напасть, схватить, утащить, и ты даже не поймешь, что произошло. Именно поэтому многие местные жители боятся встреч с ним. Но как он ведет себя ночью, когда мир спит? Об этом поговорим дальше. Ночной охотник. Когда наступает ночь, пальмовый вор выходит из своей норы. Он двигается бесшумно, почти как тень. Его глаза хорошо видят в темноте, а огромные клешни готовы к атаке. Он не просто ползает в поисках еды. Он изучает территорию, нюхает воздух, ищет, что можно утащить. Одна из его любимых целей – падаль. Да-да, несмотря на любовь к кокосам, он не откажется от мертвой птицы или мелкого млекопитающего. Он чувствует запахи за десятки футов и быстро находит то, что можно съесть. А если пищи мало, он может пробраться в дом человека, стащить блестящий предмет или даже забраться в мусорный бак. Этот краб умеет лазать по деревьям. Представь, огромный ракообразный размером с футбольный мяч карабкается по пальме, чтобы достать кокос. Он осторожно обхватывает ствол, цепляется ногами, подтягивается. Когда он находит кокос, начинается работа. Он сжимает его клешнями, ломает волокна, пробивает скорлупу. Иногда ему нужно несколько часов, чтобы добраться до вкусной сердцевины. Но он не сдается. Иногда краб нападает на других животных. Если на его пути окажется мелкая птица или ящериц, они становятся ужином. Его клешни не оставляют шансов. Он может переломить позвоночник жертвы одним щелчком. Но и это не предел его способностей. Ведь даже днем, когда кажется, что он спит, он на самом деле готовит новые хитрости. Боец без страха. Ты думаешь, кто-то может его победить? Ошибаешься. У взрослого пальмового вора почти нет врагов. Птицы его боятся. Собаки не рискуют связываться. Даже человек иногда отступает. Все потому, что краб умеет защищаться. Его клешни работают как оружие и как броня. Если он схватит, вырваться почти невозможно. Местные жители рассказывают истории, как краб нападал на собак, ловил их за лапу и ломал кость. Даже люди, которые пытались его поймать, иногда уходили с ранами. Он может вцепиться в руку так, что потребуется инструмент, чтобы его разжать. Но главное, он хитрый. Он не будет сражаться в открытую, если не уверен в победе. Он прячется в норах, забивается в узкие щели, карабкается на деревья. Если враг слишком силен, краб просто исчезает. Да, иногда его ловят люди, но это совсем непросто. Чтобы поймать пальмового вора, нужно знать, где он живет, когда он выходит и как его обездвижить. Ошибка. И он может сломать палец или расцарапать руку. Ты уже понял, насколько это необычное создание. Но удивительное еще впереди. Например, ты знал, что он самый большой, наземный, ракообразный на планете. Давай разберемся, как он стал таким гигантом. Гигант на суше. Пальмовый вор и настоящий гигант среди крабов. В длину он может достигать более 30 дюймов, а весит до 9 фунтов. Для наземного ракообразного это абсолютный рекорд. Ни один другой краб, рак или омар не может сравниться с ним по размерам на суше. Его тело покрыто жестким панцирем, который защищает внутренние органы. Ноги длинные и мощные, позволяют быстро передвигаться и даже лазать по деревьям. Клешни массивные, как стальные инструменты. Хвост, в отличие от морских родственников, спрятан внутри панциря, чтобы не терять влагу. Почему он стал таким большим? Все дело в эволюции. Когда-то его предки жили в море, но со временем перебрались на сушу. Здесь не было таких крупных конкурентов, и краб смог занять уникальную нишу. Он научился есть кокосы, ловить мелких животных, лазать по деревьям. И чем больше он становился, тем меньше врагов у него оставалось. Но гигантизм – это не только сила, но и ответственность. Чтобы вырасти до таких размеров, пальмовому вору нужны десятки лет. Он растет медленно, линяет много раз, меняя панцирь. Иногда этот процесс занимает месяцы, и в это время краб особенно уязвим. А вот что происходит с ним, когда он взрослеет? Как долго он живет? Почему линька – это его слабое место? Об этом расскажу дальше. Взрослеет десятилетиями. Представь, чтобы стать настоящим гигантом, пальмовый вор тратит не месяцы, не годы, а десятки лет. Он растет медленно, шаг за шагом, каждую линьку укрепляя панцирь и увеличивая размер. В отличие от большинства крабов, которые быстро взрослеют и живут коротко, пальмовый вор может доживать до 60 лет. Да, ты не ослышался. Это долгожитель в мире ракообразных. Как же проходит его взросление? Сначала он выглядит как обычный отшельник – маленький крабик, который прячет мягкий хвост в раковине. Он выбирает подходящий домик и носит его с собой, чтобы защититься от хищников. Но с возрастом все меняется. Когда он становится крупнее, раковина ему больше не нужна. Хвост затвердевает, панцирь укрепляется, и краб становится полностью защищенным. Это один из редких примеров в природе, когда животное отказывается от внешней защиты, полагаясь только на собственную броню. Процесс линьки у пальмового вора – это отдельная история. Каждый раз сбрасывая старый панцирь, он вынужден скрываться в укрытии на несколько недель, иногда месяцев. В это время его тело мягкое, а значит уязвимое. Любой хищник мог бы легко его схватить, поэтому краб тщательно выбирает место для линьки, закапывается в землю или прячется в норе, замирает и терпеливо ждет. Что особенно удивительно, после каждой линьки он не просто становится больше. Он обновляет все – клешни, ноги, панцирь, даже глаза. Это как полная перезагрузка организма. Но сколько раз он может позволить себе такой процесс? Где предел его роста? Об этом узнаем дальше, когда разберемся, почему он так любит кокосы, Пальмовый вор Почему пальмовый вор – вор? Потому что он не просто добывает еду, он умеет ее воровать. Местные жители рассказывают, что краб может утащить все, что плохо лежит – блестящую посуду, ключи, даже обувь. Но главное его пристрастие – это кокосы. Кокос для пальмового вора – не просто еда, это почти наркотик. Он чувствует запах кокоса на большом расстоянии и сразу же направляется к добыче. Но пробраться к сочной мякоти – задача не из легких. Волокнистая оболочка, твердая скорлупа, почти непробиваемая защита – для большинства животных это непосильная задача. Но только не для нашего героя. Краб подбирается к кокосу, берет его клешнями, начинает счищать волокна. Это похоже на то, как мы чистим апельсин. Только медленно, терпеливо, с огромным усилием. Когда внешняя оболочка снята, начинается главный этап – пробить скорлупу. Краб стучит, щелкает, сжимает, иногда часами. Но он не сдается. Когда же отверстие появляется, он аккуратно достает мякоть своими мощными клешнями и поедает ее с величайшим наслаждением. Но кокосы – это только верхушка айсберга его рациона. Что же еще ест этот ночной гигант? Ты удивишься, когда узнаешь, насколько он всеяден… Меню хищника. Несмотря на прозвище «пальмовый вор», кокосовый краб – настоящий всеядный хищник. Его меню куда богаче, чем просто фрукты. Он охотно ест все, что может найти. Падаль, мелких животных, яйца птиц, гниющие растения. Если на его пути окажется мертвое животное, будь то крыса, птица или ящерица, он мгновенно превращает его в ужин. Он использует свое острое обоняние, чтобы находить пищу, даже если она спрятана под листвой или землей. Некоторые ученые предполагают, что его нос превосходит по чувствительности даже носы собак. Это позволяет ему быть успешным охотником, несмотря на кажущуюся неповоротливость. Иногда пальмовый вор проявляет поразительную изобретательность. Он может забраться на дерево и стащить птичье яйцо или спуститься к берегу и найти крабов поменьше, которых тоже пустит в дело. Но, пожалуй, самая жуткая его особенность – это способность поедать собственных сородичей. Да, каннибализм для пальмового вора – не редкость. Если еды мало, он не постесняется напасть на более слабого соседа. Но как его клешни справляются с таким разнообразием пищи? Почему они не ломаются и не тупятся? Секрет в их устройстве, о котором мало кто знает – стальные клешни. Клешни пальмового вора – это вершина природной инженерии. Они не просто крепкие, они еще и удивительно выносливые. Их структура сочетает в себе жесткость и гибкость. Внешний слой – твердый хитин, усиленный минералами, внутренний, волокнистый, упругий. Это значит, что клешня выдерживает огромные нагрузки, но не ломается. Когда краб сжимает клешню, мышцы внутри работают как пружины. Они накапливают энергию и выбрасывают ее в одном резком движении. При этом мышцы устроены так, что могут сокращаться долгое время без усталости. Это позволяет крабу часами удерживать добычу или разламывать твердый кокос. Еще одна особенность – острейшие края клешней. Они позволяют не только давить, но и резать. Краб может срезать кожуру, переломить хрящ, даже перерезать сухожилия. Если бы его клешня была размером с человеческую руку, она раздавила бы кирпич. Но от кого же он прячет эту мощь? Кто может угрожать такому бронированному гиганту? Ответ удивит тебя. Невидимка в лесу. Несмотря на размеры, пальмовый вор умеет быть почти невидимым. Его панцирь окрашен в оттенки коричневого, синего, даже фиолетового, что позволяет ему сливаться с листвой и землей. Днем он прячется в норах или под корнями деревьев, выходя только ночью. Это делает его почти недосягаемым для большинства хищников. Но враги все же есть. На островах, где живут пальмовые воры, обитают крысы, собаки, свиньи – все завезенные человеком. Эти животные охотятся на молодняк, разоряют норы, поедают линяющих крабов. Взрослому крабу бояться почти нечего, но малышам приходится нелегко. Интересно, что самый опасный враг пальмового вора – это человек. Люди охотятся на него ради мяса, которое считается деликатесом. На многих островах пальмовые воры почти исчезли из-за чрезмерного отлова. Но где-то их все еще можно встретить в дикой природе, если знать, где искать. А вот что о них говорят мифы и легенды? Правда ли, что они бывают размером с маленькую собаку? Пора разобраться... Рекорды и мифы Пальмовый вор окружен легендами. Местные жители рассказывают, что они видели крабов размером с собаку, которые утаскивали домашних кур или даже нападали на мелких животных. Некоторые туристы клянутся, что слышали, как краб ломал кокосы звуком, похожим на выстрел. А есть и байки о том, что пальмовый вор умеет подбираться к лагерям и воровать у людей еду и вещи. Но сколько в этом правды? Ученые зафиксировали самые большие экземпляры пальмового вора длиной более 30 дюймов с размахом ног. А весом до 9 фунтов. Да, это огромный размер для краба, но до собаки ему, конечно, далеко. Тем не менее, сила его клешней не миф. Реальные измерения показывают, что они действительно могут раздавить человеческий палец, перекусить толстую ветку или пробить скорлупу ореха. И все же мифы играют свою роль. Благодаря им пальмовый вор стал культовым существом на многих островах. Его изображают на сувенирах, о нем рассказывают туристам, его боятся и уважают. Но за всей этой мифологией есть более важная история. История о его роли в природе. Экологическая роль. Пальмовый вор – это не просто гигантский краб, который ест все подряд. Он важная часть экосистемы островов. Его роль как падальщика помогает очищать территорию от мертвых животных и растений. Он перерабатывает органику, ускоряя круговорот веществ в природе. Без него на островах было бы гораздо больше гниющей массы, которая привлекала бы насекомых, разносчиков болезней. Кроме того, пальмовый вор влияет на популяции мелких животных, птиц, даже других крабов. Он регулирует баланс, не давая одним видом захватить все пространство. Его охота на яйца, падали и мелких животных делает его ключевым хищником в своей нише. Но этот гигантский краб – не вечный хозяин островов. Он зависит от состояния окружающей среды – лесов, почвы, чистоты воздуха и воды. Если человек разрушит эти условия, пальмовый вор исчезнет. И тогда исчезнет целый пласт жизни на островах. А как же человек? Он враг или защитник? Пора разобраться. Отношение между человеком и пальмовым вором – это сложная история. С одной стороны, люди охотились на него веками. Его мясо ценилось как деликатес, считалось вкусным и питательным. На многих островах его ловят до сих пор, хотя местами введены запреты. С другой стороны, туристический интерес к пальмовому вору сыграл ему на руку. Все больше людей приезжают на острова, чтобы увидеть гигантского краба вживую, а не на тарелке. Это привело к созданию охраняемых территорий, где охота запрещена. Там крабы могут жить и размножаться без угрозы исчезновения. Есть программы по восстановлению популяции. Ученые изучают его поведение. Экологи работают над сохранением лесов. Но все это – лишь первый шаг. Если человек не научится уважать этого удивительного гиганта, в будущем останутся только мифы и картинки в книгах. Так что же ждет пальмового вора впереди? У него есть шанс на выживание? Давай посмотрим. Будущее пальмового вора. Будущее пальмового вора зависит от нас. Если человек продолжит разрушать острова, вырубать леса, завозить хищников и загрязнять природу, через несколько десятилетий этого гигантского краба можно будет увидеть только в музеях. Но если мы сохраним его среду обитания, создадим заповедники, ограничим отлов, пальмовый вор сможет жить еще сотни лет на земле. Этот краб – удивительное существо, которое прошло путь от морского отшельника до самого большого наземного ракообразного. Его сила поражает, его способности удивляют, его роль в природе бесценна. Но он уязвим, и он нуждается в защите. Заканчивая этот рассказ, хочется сказать, пальмовый вор – это символ того, как природа может создавать настоящих титанов, но при этом быть невероятно хрупкой. Увидеть его в дикой природе – значит прикоснуться к древнему миру, который мы должны сохранить. Пусть же эта история останется не просто рассказом, а напоминанием. Сила природы – это не только мощь клешней, но и наша ответственность перед ней.